Время новостей на телеканале Север, в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И в этом выпуске. Закатали в асфальт. Реконструкция автодороги на улице Полярной подходит к завершению. Все работы проходят в соответствии с графиком. Когда завершится ремонт? Нао за чистую Арктику. Жители Заполярья присоединились к федеральному экологическому проекту. В выходные допровольцы и волонтеры вышли на уборку береговой территории реки Печоры. В Ненецкий округ прибыли старообрядцы из Москвы, Архангельска, Самары и Белоруссии. В храме старообрядческой поморской общины состоялась презентация сборника, посвященному 400-летию со дня рождения протокопа Авакума. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. За прошедшие выходные в Ненецком округе зарегистрировано 37 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2006 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 1904 человека. За прошедшие выходные дни 22 человека. В регионе зарегистрировано 37 летальных исходов от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находятся 175 человек. Из них стационарное лечение получают 52 человека. Амбулаторное – 123. На учете в управлении Роспотребнадзора состоят 896 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. В Наринмаре состоялось заседание общественного регионального штаба Ненецкого округа по наблюдению за выборами. Его темой стала кульминация избирательной кампании 2021 года – рейтинги партий и прогнозы итогов за две недели до выборов. В начале заседания – итоги политического анализа в СУОМ, рейтинги партий и прогнозы итогов. Обсуждение проходит при участии экспертов-политологов Вадима Трескина из Аркангельска и Юрия Канева из Наринмара. Без сомнения, я думаю, что многих это волнует, интересует, как она проходит, в каких условиях, какие проблемы существуют. Ну и вот для обсуждения вопросов и проводить сегодняшний круглый стол. Мы должны понимать, что в любом случае это все-таки событие очень значимое для России. По итогам встречи стороны сошлись во мнении, что избирательная кампания в регионе проходит спокойно. Закатали в асфальт. Реконструкция автодороги на улице Полярной подходит к завершению. Все работы проходят в соответствии с графиком. Единственная трудность, с которой столкнулись подрядчики – дожди. Поэтому каждый погожий день используется по максимуму. Ольга Русл продолжит. Общая протяженность реконструируемого участка автодороги на улице Полярная – почти 557 метров. Еще в прошлом году подрядчик обустроил тротуары, установил опоры освещения и провел кабель. В 2021 году были проложены гильзы для инженерных коммуникаций. Демонтированы старые бордюры и установлены новые. Проектирование плана улицы выполнено с учетом существующих границ инженерных коммуникаций, капитальной застройки и наименьшего объема работ по их сносу и переустройству. Сейчас ведется укладка асфальта. Первый слой, который будет потом покрыт армированием, и второй слой будет 5 сантиметров. У нас первый слой 7 сантиметров ведет, второй слой 5 сантиметров. Протяженность дороги – 556 метров. Какие-то трудности есть в работе? Погода. Самая главная – это погода. Была бы хорошая погода, мы бы давно уже закончили. Работу по реконструкции автомобильной дороги в центре города выполняет местный подрядчик «Капиталстройнау». Материалы произведены на асфальтобетонном заводе. Ход работ проинспектировал губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. Немного, ну, обязательно ловить такие дни солнечные. Они у нас редкие, и совершенно понятный тачек в укладке асфальта тоже трудный. Не в дождь, не в снег, а вот или сейчас, когда солнечно, нет никаких осадков, укладывать, укладывать, укладывать. На этом этапе происходит укладка первого так называемого чернового слоя асфальта. Обязательные условия – все работы должны проводиться в хорошую погоду, чтобы не нарушать технологию. Подрядчик ответственный, ответственно подходит. Техника современная, надежная, асфальт качественный, поэтому есть уверенность, что подрядчик закончит эту улицу в срок, и к качеству не будет никаких нареканий. Жители будут довольны. Реконструкция автомобильной дороги осуществляется в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Плановое завершение работ не позднее 30 сентября 2021 года. Ольга Руслур, Леонид Шишелов, Алексей Орлов, Телеканал «Север». В Ненецком округе вновь выберут народного участкового. Всероссийский конкурс, который проводится Министерством внутренних дел, стартует с 11 сентября. Как сообщают организаторы акции, она способствует повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых и полномоченных полиции. Лучшего участкового будут выбирать голосованием на интернет-платформе. Одна из важных целей акции – показать пример открытого партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из важных полицейских профессий. В соответствии с предъявлением требований МВД России на конкурс народного участкового от МВД России по Ненецкому округу отобрано четверо кандидатов. Это участковая полномоченная полиция, старшая участковая полномоченная полиция Дулахинов Роман Леонидович, старшая участковая полномоченная полиция Клесниченко Владимир Борисович, старшая участковая полномоченная Волков Сергей Михайлович и участковая полномоченная полиция Павлов Сергей Анатольевич. Традиционно лучшего участкового будут выбирать поэтапно. Сначала на региональном, а затем на федеральном уровне. Региональный этап состоится с 7 по 16 октября в рамках онлайн-голосования за представленных на конкурс участников. В течение сентября месяца в различных средствах массовой информации нами будет подробным образом размещена информация о всех участниках конкурса «Народные участковые», с которыми граждане региона смогут ознакомиться и проголосовать за наиболее понравившим кандидатам. Победитель регионального этапа определится большинством голосов и примет участие в федеральном. Это яркий пример взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке деятельности правоохранителей. Награждение состоится в торжественной обстановке 17 ноября этого года в профессиональный праздник в день участкового полномоченного полиции. В интернет-голосовании могут принять участие все граждане нашего округа. Участие в онлайн-голосовании может принять каждый желающий. Информация об участниках будет размещена на официальном сайте УМВД России по Неневскому автономному округу. Жители Неневского округа присоединились к федеральному экологическому проекту «Чистая Арктика». В эти выходные добровольцы и волонтеры вышли на уборку береговой территории реки Печоры. Представители органов власти, силовых структур, территориальных общественных объединений и студенты образовательных организаций очистили от мусора территорию в районе лесозавода. Как это было, расскажет Ольга Русул. Неневский округ наряду с другими регионами включился в масштабную акцию по уборке арктических территорий. Чтобы сбор мусора проходил активнее, участники разделились на 17 команд. Рекордное количество за все время проведения экологических субботников. Спасибо большое, что в этот субботний выходной день вы пришли сюда, а это значит, что вы неравнодушные люди. Это значит, что для вас слово экологии не пустой звук. Это значит, что лучше один раз прийти и убрать мусор на берегу Печоры, чем 10 раз об этом говорить и обращать на это внимание. Губернатор отметил, что мероприятие проходит во время празднования Дня Печоры. Это символично. Поддержать старт чистой Арктики в Ненецком округе прибыл представитель федерального штаба проекта Элмурот Расул Магомедов. Наша задача сделать так, чтобы восстановить не только промышленное использование Арктики, но и чтобы рыба была, какая она была здесь раньше, чтобы все виды восстановить эти, да, и чтобы Печора была такой источником чистой воды для Ледовитого океана, для океана и дальше для всего мира. А в Ненецкий округ эколог приехал не с пустыми руками. Специальный подводный дрон, оборудование для исследования качества воды и другие необходимые вещи позволят обследовать реки и акватории Русского Севера для выявления фронта работ. Поймем, что лежит на дне, тогда уже приступим к очистке дна. Да, это, по сути, формирование программы чистой Арктики на следующий период. Вся информация, полученная в результате исследования акватории дроном, наносится на специальные карты. Потом ее расшифровывают специалисты и определяют локации и виды загрязнения. Кстати, все привезенное оборудование и сам дрон Элмрот передал в дар Ненецкому округу для мониторинга окружающей среды. Сейчас разрабатывается карта дна Печоры, чтобы в следующем году планомерно поднимать объекты, которые портят экологию, отметил он. Тем временем волонтеры активно приступили к сбору мусора. Сбор мусора – это недоведенное до автоматизма действие. Нашел отряхнул и в мешок. Огонек и задор, а главное – полет фантазии, только приветствуются. Поэтому участники субботника хитры на выдумку. Волонтеры-скупщики внимательно слушают каждую историю необычной находки, анализируют, а потом еще и оценивают по специальной шкале. Есть очень интересная вещь – это артефакт. Ну вот, как тут сказал наш ведущий, если команда считает, что они нашли какую-то интересную вещь и могут придумать интересную загадочную историю и поторговаться с волонтерами-скупщиками, то они могут получить максимальное количество баллов за эти артефакты. Мусор сортируется в отдельные пакеты. Покрышки от автомобильных колес и крупный габарит отдельно дерево вообще не собирают, потому что этот материал разлагается самостоятельно. Мы не самый разный мусор попался, но мы его разделяем. Вот у Веры пакет для пластика, а у меня для всего остального. Поэтому мы изначально уже собираем мусор и его разделяем по фракции. Вот вы буквально только начали, там у вас уже… Достаточно, да. Ну у нас достаточно мешков и хватает сил и желания убрать эту территорию. Еще один вид мусора – пластиковые крышки от всевозможных бутылок. Их надо не просто собрать и выбросить, а сделать это красиво и метко за подачу отдельной балл-команде. Сейчас крышечки мы кидаем для того, чтобы заработать дополнительные баллы, и наша команда поднялась наверх, к первым местам. Вы специально крышечки собирали? Да, мы крышечки собирали именно для этого, да. Все 17 команд участников показали завидную скорость и прыть в уборке мусора. Баллы начисляются в зависимости от типа и количества собранного мусора. И по признанию жюри сделать это было необычайно сложно. И вот волнующий момент. Жюри объявляет победителей. Первое место в соревнованиях заняла команда Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО. Проект «Чистая Арктика», который мы организовываем в округе. Мы видим его плоды, мы видим этот мусор, который сзади нас. Было приятно принять участие. Просто все старались нести свой склад. Одна из сотрудниц, Светлана Кустышева, она даже у мужа ворвала бензорез для того, чтобы специально резать провода, их упаковывать в мешки и тоже сдавать. Муж на нее обиделся, но я думаю, теперь он ее не будет сильно ругать. Но сам факт того, что мы все здесь собрались и на пользу округа. Второе место у команды регионального департамента образования, культуры и спорта. Третье место у команды городского совета Нарьинмара. Часть собранного мусора переработают, а предметы, которые не поддаются переработке, отправят на свалку. Экология связана тесно с здравоохранением. Дело в том, что если будет ситуация экологическая в плохом состоянии, негативно, это скажется и негативно на здоровье поселения. Отметим, что проект «Чистая Арктика» стартовал 11 июля. Он предполагает уборку в каждом из арктических регионов Российской Федерации при участии региональных и федеральных волонтеров. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Поселок Искателей принял эстафету «Добрых дел». Напомним, старт акции был дан 6 марта. С 6 по 19 сентября мероприятия в рамках года «Добрых дел» пройдут в столице Заполярного района. Жители поселка Искателей призывают принять в них активное участие. Так будет организована акция «Помоги четвероногому другу» по сбору корма, лотков, вещей для утепления вольеров для кошек и собак. Помощь принимается в здании администрации, школе и детских садах поселка. Еще одна акция – «Рука помощи». Жители могут передать ручки, тетради, карандаши, альбомы для рисования, развивающие игры. Все это будет адресовано ребятам из Центра социальной реабилитации «Особое детство в НАО». Также организаторы цикла мероприятий планируют выйти на субботник и убрать придомовые территории в поселке. А дате проведения субботника будет объявлена дополнительно. Кроме того, в поселке будут организованы пешеходные экскурсии по значимым местам. Даты проведения – 17 и 18 сентября. Количество участников в одной группе – до 10 человек. Записаться можно по телефону 476-91. Дом – место, куда хочется возвращаться после учебы, рабочего дня или же из тундры. В селе Нижняя Пеша продолжается строительство жилья для оленеводов. Как проходит процесс возведения объектов и когда планируют сдать дома, расскажет Дарья Чупрова. Нижнюю Пешу можно назвать одним из крупнейших районных центров. Те, кто кочует, приезжают сюда закупиться продуктами, поправить здоровье в больнице. Так что строительство домов для оленеводов здесь очень важно. Работы здесь начались в июне 2020 года. Тогда дома подвели под крышу, сейчас завершают внешние и продолжают внутренние обустройства. Сделали недавно крыльцо, сейчас будут обделочные работы, будем обшивать все сайдингом, потом ставим двери, окно уже стоит. В рабочем коллективе конфликтов не возникает. Ребята трудятся дружно, вместе общаются. И это все своими силами. Не откуда-то кто-то приезжает, а именно своими силами. У нас рабочих хватает. Только для установки натяжных потолков приедут мастера из города. В Нижней Пёше такой вид работ никто не выполняет. Впрочем, сельская жизнь заставляет постоянно осваивать новые навыки и профессии. В общей сложности в настоящее время на объектах работают пять человек. Да, у нас сейчас в Нижней Пёше строятся для оленеводов дома. Наш колхоз Заполярье принял решение в прошлом году о строительстве этих домов. Мы строим три дома для оленеводов и один дом строим для специалиста. Вот эти дома у нас, скажем, из современных материалов, из СИП-панелей. Они безопасные, тёплые, экономичные в плане отопления. Вот я надеюсь, что к первому октября мы дома эти запустим. У нас оленеводы будут жить в комфортном условиях. Каждый оленевод получит свой отдельный дом. С кухней, комнатой, кладовкой, санузлом и продуманной отопительной системой. На севере с этим не должно быть никаких нареканий. Мало ли оленеводы, если куда-то поедут, в гости, в другую деревню. У нас для этих целей заливается система «Нет замерзайка». Строительство находится на контроле, чтобы потом не возникли вопросы и не обнаружились неполадки. Все материалы были завезены вовремя, так что сдать объекты планируется в срок. Уже совсем скоро оленеводы получат ключи и смогут отметить новоселье. Режиссер из Ненецкого округа ответит на интересующие вопросы молодежи в рамках проекта «Диалог на равных». Человек, чей фильм за считанные недели возглавил международный топ-стримингового сервиса «Нетфликс», расскажет о нюансах кинематографа в России и не только. Гостем проекта станет российский режиссер, сценарист, продюсер и музыкант Олег Трофим. Это не первое его участие в «Диалоге на равных». Уроженец Ненецкого округа наиболее известен как режиссер кинолент «Лед» и майор Гром Чумной доктор. Поговорим с ним на тему реализации потенциала молодежи именно в современной киноиндустрии на территории Российской Федерации, на большой земле. В частности, как, допустим, таким маленьким регионам, как Ненецкий автономный округ и талантливым людям из Ненецкого автономного округа, каким образом можно пробиться на большой земле в киноиндустрию. Мероприятие пройдет 10 сентября в 19.00 в прямом эфире на Инстаграм страницы молодежного центра. В храме Старообрядческой поморской общины состоялась презентация сборника. Он посвящен 400-летию за дня рождения протопопа Аввакума. Ради такого события прилетели староверы из Москвы, Архангельска, Самары и Белоруссии. Подробнее в сюжете Дарьи Чупровой. В Старообрядческой поморской общине оживление. Староверы и приглашенные гости собрались на презентацию книги, куда вошли материалы с Международного Старообрядческого форума. Он проходил в Москве 18-19 мая. В нем приняли участие представители староверов со всей России и насколько это было возможно всего мира. Часть из них общалась благодаря интернет-коммуникациям. Теперь труды авторов скреплены одним переплетом. Находится около 40 докладов совершенно разных представителей староверия как России, так и зарубежья. Это и Прибалтика, это Румыния, и Америка. Естественно, что не только материалы памяти протопопа Аввакума. Это, собственно говоря, такой срез современной существующей старообрядческой жизни. Символично, что презентация прошла в ближайшем месте к духовной родине Аввакума – Пустозерску, где он провел свои последние 14 лет жизни и написал житие. Что такое Пустозерск? Это тундра, куда неподготовленному человеку невозможно приехать. То есть Наринмарская община – это та площадка, где паломники могут собираться и дальше следовать туда, в Пустозерск. В Наринмаре существует музейный комплекс. Здесь динамично развивается старообрядческая община, которая готова принимать гостей как паломнический центр. Недавно тут была установлена новая скульптурная композиция – барельеф, выполненный в традиционном старообрядческом литье. Подходя сюда, мы видим красивый комплекс. Не просто барельеф, а уже красивый комплекс. Говорит о том, что именно к этому празднику расстарались и сделали все возможное, чтобы те люди, которые не смогли прилететь, приплыть, приехать сюда, они знали, что далеко на побережье Северного Ледовитого океана есть место, которое называется Наринмар, где установлен прамятник протокопов Авары. Вклад Авакума в русскую культуру огромен. Его имя не заканчивается с 400-летием. Планируется подготовка и реализация нового проекта, а конкретно паломнического маршрута. Чтобы старообрядцы со всего мира, люди, интересующиеся историей, знали, что есть возможность приехать на Наринмар и Пустозерск и увидеть святые места. Дарья Чупрова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.